Мы сейчас будем говорить о быстрых кредитах. Дело в том, что в закон о защите прав потребителей Латвии планируется внести несколько существенных пунктов, которые ограничат деятельность компаний, которые выдают так называемые быстрые кредиты. Поправки подготовлены и уже переданы на второе рассмотрение в САИМ. Однако те, чей бизнес они затрагивают, с таким поворотом событий не согласны и вовсю критикуют работу Центра по защите прав потребителей. Давайте попробуем разобраться в сложившейся ситуации в нашей студии юрист Латвийской ассоциации защиты интересов потребителей, которая часто сталкивается с проблемами жителей, которые возникают из-за того, что они взяли быстрые кредиты. Доброе утро. Это Андрей Сванекс. Так и есть. Латвийская ассоциация небанковских кредитодателей считает, что отрасль и без того жестко регулируется, поэтому нет оснований вносить в закон поправки, согласно которым будут введены ограничения относительно годовой процентной ставки быстрого кредита и процентах за платежи, не осуществленные в срок. Представляемая вами ассоциация уверена, что такие изменения как раз-таки обязательны. Почему? Ну, может быть, начнем с процентов за просрочку. В прошлом году у нас вступили в силу изменения в гражданском законе, которые уже ограничили размер неустойки. И сейчас то, что мы наблюдаем, это то, что во всех новых договорах, которые у нас появляются, кредитодатели заменили фактически неустойки на проценты за просрочку, но размер их остался тот же самый. То есть фактически для обычного потребителя в денежном выражении разница не видна. Соответственно, проблемы, по сути дела, остались те же, только слегка изменился их характер. И поэтому мы считаем, что регулирование именно неустойки недостаточно для того, чтобы обеспечить, скажем так, защиту против потребителей оптимальную в данном случае. И предлагается, я так понимаю, этот вопрос на данный момент не решать, потому что считается, что в гражданском законе уже есть достаточное регулирование, в том числе и процентов. Но проблема в том, что потребители зачастую не могут обратиться в суд. Трудно представить себе человека, который, скажем так, взял кредит 100-200 евро, и ему насчитали, скажем так, несоразмерные проценты за просрочку, и он сейчас пойдет в суд это все оспаривать. Почему? Для него проще просто заплатить их. То есть просто стоимость такая, что судебные издержки будут больше? Да, суд это довольно сложная процедура. И тем более, что я не думаю, что государство хочет, чтобы все эти достаточно мелкие должники, 100-200-300 евро, сразу обращались в суд по поводу неустойки. Мы только можем представить себе, какова будет загрузка судебной системы, если... Ну а чего тогда хочет государство? Смотря что вы имеете в виду, если вы имеете в виду Министерство экономики, которое эти изменения предлагает, они хотят решить этот вопрос законодательным путем. То есть установить ограничение процентов за просрочку законодательным путем. То есть для того, чтобы было меньше должников? То есть цель такая тогда присоединяется? Цель в принципе в том, чтобы потребители не платили слишком много за просрочку. Понятно, что потребитель, который просрочку допустил по своей вине, он должен нести ответственность какую-то. Но тем не менее и государство, и мы в том числе считаем, что эти проценты не должны быть несоразмерными. Мы считаем, что это ненормально, когда в течение буквально трех месяцев сумма долга удваивается. А предложение Министерства экономики тогда какое? Ограничить темп просто этих процентов. То есть это, если вы хотите знать конкретно, то это процентная ставка по договору плюс не более чем 18%. Ну смотрите, Центр защиты прав потребителей, Министерство экономики поддерживают эти поправки. А вот Латвийская ассоциация небанковских кредитополучателей нет. Это может как-то повлиять на рассмотрение депутатами Сэйма? Ведь этот вопрос уже обсуждается достаточно давно и постоянно откладывается. Вопрос на самом деле не такой простой. Есть, скажем так, юридические нюансы, есть политические нюансы, в которые, может быть, нет смысла углубляться сейчас. Но я думаю, что дискуссия, скажем так, она достаточно обоснованная. Главное, чтобы она не затянулась. Ну а когда она может закончиться? Мне трудно прогнозировать. Я думаю, что даже сами депутаты не могут прогнозировать. Ну а чтобы не затянулось тогда, до какого момента хотелось бы, чтобы она закончилась? Что это за сроки? Ну, я думаю, нам бы хотелось, чтобы можно быстрее, чтобы в ближайшие месяцы Сэйм наконец определился с решением проблемы. Ну пока что непонятно, на самом деле, удастся вам уложиться в эти сроки, потому что лучшая защита нападений, придерживаясь этой тактики, Латвийская ассоциация небанковских кредитодателей заявила, что в Латвии процветают криминальные, нелегальные и зарубежные кредитодатели. Вы получали жалобы нелегальных кредитодателей? На данный момент ни одной. Тогда это действительно просто такой инструмент в борьбе с тем, что сейчас происходит? С нашей точки зрения, да. Это попытка переключить внимание на проблему, которая на самом деле не очень актуальна. Но еще одно громкое заявление связано с тем, что Центр защиты прав потребителей хочет уничтожить отрасль микрокредитования. Я думаю, что очевидно, что это заявление, скажем так, очень эмоционально, если не сказать патетично. Просто, я думаю, что буквально воспринимать это однозначно не стоит. За этими всеми эмоциональными заявлениями, по сути дела, скрывается нежелание, скажем так, новых изменений. Желание, скажем так, как-то, эти новые изменения, не допустить их осуществления, скажем так. Но несмотря на столь громкие заявления, вы все равно считаете, что удастся договориться и эти поправки вступят в силу? Ну, в конце концов, решение принимает законодателя. Не Министерство экономики, не наша ассоциация, не Центр защиты прав потребителей, не ассоциация, не банковских кредитодателей, а именно законодателя. А как решить еще такой вопрос, что тот, кто берет быстрый кредит, он подсаживается на это и начинает брать их у многих компаний? Это замкнутый круг, получается. Он берет кредит у одного, потом берет у другого, чтобы отдать первый и так далее. Вот, а как с этим бороться? Вы думали об этом? Естественно. Во-первых, мы со своей стороны предлагаем помощь потребителям, которые оказались в трудном положении и не могут, скажем так, свои кредитные обязательства исполнить. И, ну, поддержка государства, конечно, могла бы быть и больше, скажем так, но мы стараемся. Плюс еще предыдущие изменения в законе уже достаточно хорошо, я считаю, помогают потребителям в этом смысле, в этом плане. Не считая сдержек, да, вот в этом плане, да, потому что, ну, плюс еще, конечно, старания Центра по защите прав потребителей. Например, сейчас уже ограничена возможность продления кредитов, да, то есть уплачивая за продление, потребители фактически платят ни за что. Они платят какую-то определенную сумму, которая ни на копейку, скажем так, ни на сантим не уменьшает саму величину кредита, да. И те, кто платит долго, те проигрывают в долгосрочной перспективе очень сильно. Эта практика ограничена, по сути дела. Также в законе закреплена обязанность кредитодателей оценивать имущественное положение все-таки кредитора, поэтому, я думаю, что с этим должно быть легче. По крайней мере, мы надеемся. Продолжение следует...